Всем привет, друзья! В этом видео расскажу о стоимости нашей сетевой солнечной станции и о ее сроке окупаемости. Желаю всем приятного просмотра. Начинаем! Сегодня солнце согреет и охладит наш дом. Полтора года назад мы впервые установили сетевую солнечную станцию на крыше террасы. Эта крыша смотрит четко на юг. Ее мощность составила 3780 ватт по солнечным панелям. Это 12 модулей по 315 ватт каждая. Покупали комплект в марте 2022 года на панике скачка доллара. Решил, что более лучшего времени для покупки уже не будет. В итоге комплект нам обошелся в 230 тысяч рублей. По моим подсчетам я переплатил около 40 тысяч рублей. Если бы брал в феврале того же года, данный комплект обошелся бы в 190 тысяч рублей. Первую сумму в 230 тысяч рублей зафиксировали. Когда станция была установлена и запущена, в это же время подал заявку на подключение тарифа микрогенерации. Главная цель данного тарифа это возможность загружать излишки выработки вашей станции в сеть. Оформляли данный тариф мы 14 месяцев. Очень нудно и нервно, но сейчас не об этом. Через год работы нашей сетевой станции я решил нарастить мощность. Для этого нужно было заменить старый инвертор на более мощный и установить на западном скате 6 дополнительных солнечных модуль. В итоге данное увеличение мощности до 6,5 киловатт по солнечным панелям нам обошлось еще в 233 тысячи рублей. В итоге весь комплект обошелся в 463 тысячи. Но с этой суммы я вычту стоимость старого инвертора. В марте 22 года мы отдали за него рекордные 50 тысяч рублей. За датчик тока 5 тысяч рублей. Данный датчик тока с тарифом микрогенерации нам больше не нужен. Поэтому эту сумму в 55 тысяч я вычитаю. И так получается сумма затрат на станцию 408 тысяч рублей. Старый инвертор, кстати, я продал в течение трех недель в Астрахань за 30 тысяч рублей. Затраты мы знаем. Теперь давайте посчитаем примерную окупаемость нашей станции с подключенным тарифом микрогенерации. За пример возьму реальную генерацию нашей станции за август 23 года. Сегодня у нас 31 августа. 7 утра. И инвертор за месяц выработал... Сейчас 150 ватт вырабатывает. За месяц выработал 906 киловатт. И сегодня еще будет примерно 25-30 киловатт. Вечером покажу все. Сегодня 1 сентября. 7 часов утра. И за август наш инвертор выработал... 938 киловатт. Вот такой результат. Ну а сейчас у нас выработка 200 ватт. 7 утра. 938 киловатт. Давайте считать теперь. Теперь давайте посчитаем примерную окупаемость нашей сетевой солнечной электростанции. За август у нас генерация получилась 938 киловатт. Давайте умножим на стоимость киловатта. В нашем регионе, Ростовская область, классическая стоимость киловатта... Это 4 рубля 71 копейка. Умножаем. Открываем калькулятор. И умножаем. 938 киловатт на 4 рубля 71 копейка. Получаем сумму 4417 рублей. Но как знаете, в нашем доме нет газа. То есть у нас вообще в товариществе нет газа. И мы оформили льготный тариф для домов с электрокотлами. И цена у нас за киловатт составляет 3 рубля 36 копеек. То есть это та цена, за которую мы платим реально. То есть 3 рубля 36 копеек. Давайте посчитаем. 938 киловатт умножим на 3 рубля 36 копеек. И получим сумму 3151 рубль. Сейчас я эту сумму запишу. Киловатт 3151 рубль. Получается 3151 рубль 68 копеек. Это реальная сумма, которую мы сэкономили за август месяц. Теперь давайте прикинем окупаемость за год. Здесь мне поможет виртуальный калькулятор на сайте компании Technoline. Калькулятор здесь очень подробный и понятный. Так, переходим на их сайт. И с самого начала нам нужно выбрать наш регион. У нас получается Ростовская область, село Самарское. Выбираем. Так, теперь нам нужно выбрать солнечные батареи. Сначала я выберу... Вот здесь есть пункт. У меня другая солнечная батарея. Это... Я сейчас буду выбирать панели, которые находятся на южном поле. Эти панели у меня... Каждая панель 315 ватт. У меня их 12 штук. Угол террасы у меня 7 градусов. Так, ну вот видим график примерный. Выработки за август в среднем каждый день должно приходить по 22 киловатта. Но это в среднем. Итак, вот мы ниже видим среднегодовая выработка электроэнергии 14,6 киловатт час в сутки. Суммарная выработка электроэнергии за год от южного поля составит 5327.21 киловатт. Это мы сейчас посчитали южное поле. Теперь нам нужно посчитать западное поле. У меня здесь вот панели сила Solar to Power 460 ватт. У меня их 6 штук. И угол у нас здесь, у нашей двускатной крыши 37 градусов. Ставим 37 градусов. Видим также график выработки. И вот получается... Леди, хорош! И получается у нас суммарная выработка электроэнергии на западном скате в среднем будет 4179. Точка 26. Теперь мы просто плюсуем выработку примерно за год с южного поля и выработку с западного поля. Так, помощь калькулятор. 5327.21 киловатт. Это с южного поля. Мы прибавляем 4179 киловатт. Это западное поле. И получаем общую сумму выработки за год примерно 9506 киловатт. Ну, 47 я даже не буду писать. То есть 9506 киловатт это примерно средняя выработка будет за год. Теперь давайте эту сумму переведем в деньги и посчитаем срок окупаемости нашей станции. Так, что нам нужно? Нам нужно 9506 киловатт умножить сначала на наш классический тариф. Это, сейчас я запишу, 9506 умножить на 4.71. Умножаем на 4 рубля 71 копейку и получаем сумму 44.773 рубля .26. Это вот будет примерно экономия за год. Теперь мы берем сумму нашей электростанции, то есть стоимость нашей электростанции это 408 тысяч рублей. И разделим на 44.773.26. И сейчас мы увидим примерную окупаемость нашей станции в годах. 9 и 11, то есть по обычному классическому тарифу 4 рубля 71 копейка. Наша станция будет окупаться 9. Ну, то есть 9 лет, чуть больше 9 лет. Наша станция будет окупаться чуть больше 9 лет. Но это по тарифу 4.71, а у нас-то льготный тариф 3 рубля 36 копеек. Кстати, люди спрашивали, а по чем будет государство покупать киловатт у вас? Согласно нашему договору, если мы зальем в сеть больше, чем потребим, то за каждый отданный киловатт нам заплатят 3 рубля 36 копеек. То есть абсолютно та же сумма, по которой мы и платим 3 рубля 36 копеек. Так, ну и вот теперь самое интересное. Реальная окупаемость получается в моем случае. Мы берем опять 9506 киловатт. Умножаем на 3 рубля 36 копеек. Получается у нас сумма 31940 рублей 16 копеек. И теперь мы просто эту сумму делим на стоимость нашей станции. Это 408 тысяч. Делим на 31940 рублей 16. И получаем, страшно даже смотреть на эту сумму, и получаем почти 13 лет по нашему тарифу. Получаем 1277. То есть это практически 13 лет по нашей стоимости тарифа будет окупаться наша станция. Опять же это примерно. Ну и вот такие суммы получаются. То есть по обычному классическому тарифу 4 рубля 71 копейка наша станция будет окупаться 9 лет. По льготному тарифу 3 рубля 36 копеек наша станция будет окупаться 13 лет. Согласен, что цифра эта не быстрая. Многие бы хотели, я не знаю, окупить за год, наверное. Думают, сейчас я поставлю себе станцию, и она там за год, за два окупится. Блин, ну если бы такое было, у нас бы вся страна бы полностью была бы в этих солнечных панелях. Но самое главное, что я не учитывал в этих расчетах, это то, что каждый год у нас энергия в стране будет только дорожать. Допустим, в 2024 году, уже 1 июля 2024 года, электроэнергия в нашей стране подорожает на 6%. Это вот железно. Кому вообще выгодно, на мой взгляд, ставить сетевые солнечные электростанции? Ну, в первую очередь, это юрлица. У кого там свое производство, какой-то бизнес, возможно, торговые центры. Обычно юрлицо платит, ну, не знаю, от 8 до 10 рублей. Допустим, в Питере это может быть там и 11 рублей, 10 рублей. Но у нас в Ростовской области юрлицо платит примерно где-то 8-9 рублей. Получается, у юрлица у нас окупаемость будет, ну, быстро, 4-5 лет примерно. Ну и, конечно, тоже выгодно ставить обычным физическим лицам, то есть на частные дома. Но желательно, чтобы стоимость вашего киловатта подходила к 5 рублям или превышала. В общем, тут какой смысл? Чем дороже вы платите за киловатт, тем ваша станция купится намного быстрее. У нас, как понимаете, окупаемость, не сказать, что быстрая. Если бы я не заморачивался бы с тарифом, с льготным тарифом, цена была бы 4,71. Но мне это было бы тоже невыгодно. Мне выгоднее оформить тариф 3 рубля 36 киловатт, потому что у нас весь дом полностью зависит от электроэнергии. Чтобы поднять воду, нужно включить насос. То есть везде электроэнергия. Отопить дом, воду нагреть, поднять воду. Везде нужно электричество. Поэтому мне было выгодно оформить льготный тариф. В целом, получаются вот такие цифры. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Какие у вас мысли вообще возникают. Подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи. Скоро увидимся в новом ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok